План химического разоружения Сирии, который утвердили США и Россия, это бессмысленный документ и акт провокационной слабости со стороны Америки. Так прокомментировали итоги переговоров в Женеве сенаторы-республиканцы Лидси Грэм и Джон Маккейн. Так, слова, он план на разоружение не требует от режима Асада конкретных действий. И позволили ему, цитата, «тянуть время и обманывать». Гнев республиканцев может дорого обойтись Обаме. В октябре ему предстоит просить Конгресса о повышении потолка госдолга. Соглашение по Сирии, которое Москва и Пашингтон заключили в субботу, дает режиму Асада неделю, чтобы задекларировать мощности по хранению химоружия. А в ноябре в Сирию прибудет инспектор ООН для оценки арсеналов и подготовки их уничтожения. Это, по мнению наблюдателей, крупная дипломатическая победа Кремля. Так как неподчинение грозит Асаду всего лишь осуждением со стороны Совбеза ООН. Но не военные операции, вероятность которой Москва свела к нулю, отмечают эксперты. Путин не сделает ничего, что ослабило бы сирийский режим, который он поддерживает поставками оружия, защищает в ООН и который предоставляет России полезную военно-морскую базу. Любое перемирие, которое, очевидно, потребуется для инспекции химоружия, играет на руку не столько повстанцам, сколько режиму Асада. И после паузы, которая уменьшит вероятность удара США по Сирии, Асад продолжит массовое истребление сирийцев, которые не хотят видеть его президентом.